Благословен Господь, дающий Тору. Амен. Благословен Господь. Сегодня утром я получил подтверждение, что это как раз то направление, о котором сегодня надо говорить. И начну с того, что нынешняя недельная глава Толдот, она нам повествует историю Якова и Савва, их взаимоотношений, также историю жизни Ицхака, их отца, Ривки. И помимо этого, учитывая такой момент, что я 8 лет проведя в христианской церкви, в харизматической, много слышал проповедей по этим интересным местам. Я читал много еврейских материалов на эту тему, и в какой-то момент я понял, что комментарии, они принципиально разнятся в каком плане. Иудейские комментаторы в основном осуждают Исавва и видят ли его чуть ли не родоначальником всякого зла, которое адресовано в сторону Израиля. С другой стороны, христианский комментарий, он как-то достаточно предвзято относится к Якову, потому что вот эта вот фраза «Яков лжец», даже в фильме есть под таким названием, то есть это такая достаточно распространенная идея. То есть получается, что с одной стороны христианский мир считает себя наследниками-продолжателем Якова, с другой стороны, его же называют лжецом. Странная позиция, странное отношение. Но всему есть объяснение. И вот основная идея, которая прошла через всю неделю, когда изучал Писание, размышлял, все вы, наверное, знаете, что есть такое в юриспруденции понятие презумпция невиновности. Значит, идея эта заключается в том, что пока вина человека не доказана, его никто не имеет права считать виноватым. Каким образом эта идея вообще появилась в моей голове? Ситуация очень простая. У моей жены было не очень хорошее состояние физическое. Значит, мы сели за стол, и она молится, говорит, Господи, пожалуйста, прости мне, если я что-то сделала не так, и исцели меня. А я задался вопросом, интересно, а было ли в Торе предусмотрена жертва за грех на всякий случай? Ну, то есть, ну, а вдруг согрешил? Значит, первая мысль, которая была, это история про Иова, который после того, как его сыновья совершали круг пишества, он их собирал вместе, значит, и переносил жертвы, а вдруг они согрешили. Но при внимательном расследовании этого места я увидел, что, ну, во-первых, закона как такового о жертвоприношениях еще не было, и он совершал это по совести, как ему это было открыто. Значит, и момент второй, там интересно написано, что, во-первых, это была не жертва за грех, а жертва всесожжения. Значит, и еще один момент, там, значит, говорится о том, что сначала он освящал своих сыновей, а потом приносил жертву всесожжения. Но делал это на всякий случай, может, они согрешили. Ну, то есть, понятно, что это не жертва за грех на всякий случай, то есть, там, это другой случай. И, как бы, я понял, что жертвы за грех на всякий случай, а вдруг я согрешил, нету. Если человек совершал какой-то явный грех, и осознанно это совершал, за него предполагалось наказание определенное. Значит, если же человек совершал непроизвольный грех, в какой-то момент осознавал, он приносил жертву за грех. Значит, и только так. И я тогда задумался над таким вопросом. И интересно, откуда вообще вот в нашем сознании вот эта идея? Значит, на всякий случай, на всякий случай покаюсь. Значит, и в результате размышлений я пришел к тому, что именно от непонимания того, как смотрит на нас Бог, у нас рождаются такие мысли. Значит, вот это вот непонятно откуда, ну, точнее, понятно откуда появившееся чувство вины, ну, оно не Богом продиктовано. Бог на нас смотрит, как на праведников, если мы вишуа. Значит, то есть он исходит из позиции, вот из соображений, вот презумпции невиновности. То есть изначально он человека смотрит, как на праведника, потому что человек вишуа, и за него заплачена дорогая цена. И для того, чтобы доказать, что человек грешник, дьяволу еще надо постараться. Понимаете? И если мы, однажды оправдавшись вишуа, получив это прощение, ну, вот Бог как выдает нам кредит доверия, если мы этот кредит доверия своей жизнью оправдываем, то у дьявола не остается оснований. Поэтому написано, что верующий вишуа на суд не приходит. Но если же мы своим поведением, своей жизнью дадим дьяволу компромат на нас, то у нас, естественно, возникают определенные проблемы. И вот из этих вот соображений, значит, я решил так вот как-то более внимательно рассмотреть жизнь Иакова и Исава, потому что, ну, скажем так, достаточно долгое время я, видя неправильное отношение к Иакову, я отстаивал. Вот когда где-то в какой-то группе заходила речь о Иакове, значит, я всегда старался отстоять его позицию, я открывал Писание, показывал, почему он поступил именно так, а не иначе, что там происходило. То есть пытался показать вот именно вот его сердце, его состояние, как он двигался вообще. Значит, и при этом я, начитавшись еврейских комментариев, традиционных, раввинистических, я старался Исава, как антипода Иакова, очернить. И вы знаете, сегодня я решил пойти по другому пути. Я сегодня решил пойти по пути оправдания и того, и другого. И смотрите, что интересное получается у нас. Во-первых, мы должны принять сведение, что Иаков и Исав – это близнецы, братья, которые родились в результате молитвы. То есть, вот как здесь написано у нас. И молился Ицхак Господу о жене своей, потому что она была бездетна. И Господь выполнил просьбу его, и зачала ривка жена его. Очень интересный вопрос. Оказывается, Исав и Иаков, как бы их ни очерняли, они являлись результатом Божьего благословения. А Писание говорит, что благословение Божье обогащает и печали с собой не приносит. И тогда мы встаем перед вопросом, как же нам рассматривать жизнь этих двух братьев так, чтобы увидеть это благословение для нашего времени, для нас лично, как общины, как народа Божьего. Значит, смотрите. Значит, дальше как развивается история. И толкались сыновья в утробе ее, и она сказала, если так, то зачем же я? И пошла вопросить Господа. То есть, когда она увидела, что внутри что-то непонятное происходит, она первым делом пошла к Богу. И сказал Господь ей, два народа во чреве Твоем, и два народа из утробы Твоей разойдутся, и народ народа сильнее будет, больше будет служить младшему. Значит, я посмотрел различные переводы этого места, именно еврейские переводы. Начал с синодального, естественно. Синодальный говорит нам следующим образом. Господь сказал ей, два племени во чреве Твоем, два различных народа произойдут из утробы Твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И в синодальном используется слово произойдут, то есть выйдут, и как бы ничего больше. На самом деле в оригинале используется слово, которое означает не просто выйти наружу, значит, а именно разойтись разными путями. И в этом отношении перевод Фримы Гурфингеля, мне кажется, более интересным. И сказал Господь ей, два племени в чреве Твоем, и два народа из утробы Твоей расходятся, или разойдутся, и народ от народа крепнуть будет, и старшему служить младшему. Ну, то есть и старшему суждено служить младшему. Очень интересный момент. Далее, ну, как бы, эта тема вообще настолько объемная, обширная, тут можно столько материалов разбирать, что, ну, тут просто времени не хватит, реально. Это тема для серьезной такой проповеди, или может даже для цикла проповедей. Значит, но я хочу сосредоточить ваше внимание на одном. Значит, еврейский взгляд на Якова и Исава, таков, Яков, Израиль, это современный еврейский народ, значит, Исав, это Рим, это христианская церковь, современная в том числе. Я вам скажу, когда я первый раз столкнулся с такой точкой зрения, мне это настолько резануло вот слух, настолько мне это было обидно, почему же Исава считают прообразами, корнем христианства. Я вам скажу, что я решил не обижаться, а исследовать этот вопрос. Я вам скажу, что на самом деле есть основания так утверждать, поскольку, ну, сами посудите, еврейский народ и верующие в Яшуа поклоняются одному Богу и, по сути, являются народами-братьями. Народ из евреев во имя Господа, народ из язычников во имя Господа. А Деяние апостолов, 15 глава, когда описывается Первый Иерусалимский собор, там говорится о том, что Бог изначально презрел на язычников, чтобы из них составить народ во имя свое. Значит, Писание Нового Завета говорит, что Бог желает из двух сделать одно. Значит, желание Ицхака, отца их, если мы будем внимательно читать эту главу, оно было таковым, чтобы эти два брата были, ну, составляли один целый народ. Просто у каждого была бы вот как какая-то своя конкретная профессиональная ориентация. Если мы посмотрим, какое благословение Бог дает, ну, вроде бы, вроде бы как Исаву, ну, то есть вот то, что отец приготовил для Исава, да? Вот послушайте. Да даст тебе Бог от росы небесной, от туков земли, множества хлеба и вина. Да послужат тебе народы, да поклонятся тебе племена. Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающие тебя прокляты, благословляющие тебя благословлены. И обратите внимание, здесь не слово о том завете с Аврамом, который Бог заключил. То есть Исав изначально в замысле их отца, он не участвовал в священодействии. Он участвовал, ну, скажем так, это было царское благословение, потому что здесь перечисляются именно материальные благословения. И, ну, так получилось, что Иаков получил это благословение, но оно не является священническим. А теперь давайте почитаем, какое благословение отец дал Иакову, уже зная, что это конкретно Иаков, все. Значит, он говорит, «И Бог всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя, да размножит тебя, да будет от тебя множество народов, да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю пребывания твоего, которую Бог дал Аврааму». То есть, видите, по замыслу отца эти два брата, они изначально были предназначены друг для друга, вот как вот в переводе «народ от народа крепнуть будет», они должны были, как братья, помогать друг другу, служить друг другу. И постольку-поскольку Иаков у нас характеризуется как человек полей, то есть это хозяйственник, ну, скажем так, вот современным языком, Иаков, в свою очередь, он человек кроткий, человек шатров, это священник. То есть, царь и священник вместе, составив один народ, они должны были исполнять Божий замысел. Почему произошло не так, как замышлялось отцом? Это уже вопрос второй. Но факт в том, что на самом деле Исаф не является такой мрачной фигурой, как очень часто его представляют. И если мы это осознаем вот в историческом контексте, значит, ни христианство для иудаизма, ни иудаизм для христианства никогда не являлись врагами. Понимаете? Значит, и отношение христианской церкви сейчас, как к евреям, так и к мессианскому иудаизму, оно должно быть братским, потому что мы должны понять, что мы братья друг к другу, что мы призваны к тому, чтобы пророчество Божье, которое записано в Новом Завете, чтобы из двух сделать одно, чтобы оно, наконец, исполнилось. Потому что мы работники одного поля. Исаф назван человеком полей. И о поле очень интересно. Новый Завет говорит, там есть притчи, слова, высказывания Ишуа. Вот в частности, Матфея 13, 44. Еще подобное царство небесное сокровище, скрытому на поле, которое, найдя человеку, таил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Я вам скажу, что в параллели этой притчи можно рассмотреть жизнь Якова и Исафа. Исаф пренебрег тем, что он имел, и Яков получил то, на что право не имел. Понимаете? Есть другая параллель. Из язычников уверовавшие, они не на своем поле трудятся. Поле-то принадлежит Израилю, потому что это священство изначально предназначено для Израиля. Понимаете? И вот если рассматривать вот в этом контексте, в историческом, эту притчу, то те, которые не были предназначены к священодействию, работали на чужом поле и работают, и видят это благословение, и ценят, и кладут души свои для исполнения Божьих целей на этой земле. Понимаете? Они приобретают то благословение, которое, к сожалению, сыны царства утрачивают, если они это не исполняют. Понимаете? И в этом отношении получается, что современная христианская церковь, она трудится не на своем поле, и поэтому она должна помнить, что если она будет отвергать истинного хозяина поля, то в конечном итоге она может быть также отвергнута. Дальше. Луки, 12 глава, 16, 21. «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собирать плодов моих. И сказал, вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему, безумный, «Всю ночь душу твою возьму у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Я вам скажу, что в этой притче тоже можно увидеть христианскую церковь, в основном состоящую из уверовавших, из язычников, которые приобрели множество народов для себя. Но если они будут думать, что это для себя, для своих целей, то может произойти непоправимое. Понимаете? Ишуа четко сказал, «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Есть другое место. Это притча о блудном сыне, я ее цитировать не буду, но там тоже интересный момент. На разных исторических этапах Израиль и церковь, они как бы меняются местами в этой притче. Вначале можно рассматривать христианскую церковь как потомков Эдома, значит, как младшего, хотя тут вот немножко не сочетается, но то есть вот языческий мир, он отошел от Бога сразу, как получил свое наследие, а Израиль остался трудиться. И в этом отношении Израиль выглядит, как вот тот старший брат, потому что к Богу Израиль в полной мере, скажем, получил откровение он в первую очередь, потом это откровение через Израиль приходит к язычникам. В таком аспекте Израиль является старшим братом, а церковь из язычников, она является младшим. Но в конечном итоге, когда пришли, Израиль поначалу противился, вот многие евреи противились тому, чтобы язычники приходили к Богу. Сейчас ситуация прямо наоборот, понимаете? И поэтому каждый раз мы должны в любой ситуации не смотреть, не сравнивать себя с кем-то и не думать, это тот, это тот, а смотреть за собой. А кто я? Вот если эта притча где-то как-то ко мне относится, то в какой позиции я перед Богом нахожусь? Есть еще один момент, это уже последний. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели, не поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную. Так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. И в этом случае справедливое изречение. Один сеет, а другой жнет. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их. То есть мы должны понимать, что в историческом контексте, на уровне народов, Израиль в свое время потрудился. Значит, сейчас время церкви трудиться. Израиль, когда придет Ишо, он получит благословение. То есть поймите, что на разных этапах разные части народа Божьего, будь то евреи или не евреи, трудились кто-то в большей мере, кто-то в меньшей. Точно так же, как в семье, обычно где-то в чем-то муж больше делает, где-то в чем-то жена больше делает, но вместе пожинают один плод. И если мы поймем, что мы часть одного целого, еврейский народ и церковь из уверовавших, из язычников, то на самом деле придет вот это вот единство, когда скажут вот один народ, один Бог, одно откровение, понимаете? И вот реально спасение на этом базируется, когда мы понимаем, что мы братья друг к другу, что мы не враги, что мы призваны дополнять друг друга, а не противопоставлять себя друг другу и указывать на ошибки других. Благословение вам. Благословение вам.